Северная Корея славится своей секретностью, нищетой, нарушениями прав человека и загадочным лидером Ким Чен Ыном. Это закрытая и уникальная страна, и ей свойственно несколько причуд, которые не существуют за её высокими стенами. Давайте заглянем в Корейскую Народно-Демократическую Республику и немного изучим её. Номер 20. Корейская кора. Прически – это отличный способ самовыражения, но иногда обилие вариантов стилем может даже ошеломить. К счастью, для жителей Северной Кореи им это не грозит, потому что правительство выпускает для них список одобренных стрижек. Женщинам предлагается 18 вариантов, а мужчинам – 10. У замужних женщин волосы должны быть короткими, а одиноким рекомендуются чуть более длинные волосы. Молодые мужчины не могут иметь прически длиннее 5 сантиметров, а мужчины постарше – длиннее 7,5 сантиметров. Сомневаюсь, что с такими вариантами в Северной Корее возможен и Рокес или что-то подобное. Если честно, лично мне очень нравится номер 10. Номер 19. Дорожные красотки. Относительно недавно дружелюбные полицейские и милиционеры руководили дорожным движением вместо знакомых нам светофоров. Видимо, Ким Чен Ын вспоминает те дни с теплом и мыслями лёгкого извращенца, потому что дорогами Пхеньяна управляет настоящая армия дорожных красоток. Северокорейских регулировщиц обучают действовать с точностью роботов, при этом выглядят они крайне серьёзно. Их отбирают по привлекательности и верности государству. Должность дорожной регулировщицы очень востребована, так как считается престижной. Эта профессия входит в список самых уважаемых женских профессий в Северной Корее. Дорожные красавицы для корейцев так же привлекательны, как голливудские актрисы на Западе. Однако женщинам приходится увольняться в возрасте 26 лет, когда до пенсии ещё далеко. Надеюсь, умение указывать на вещи им пригодится. Номер 18. Касты. Чтобы выявлять потенциальных перебежчиков, Северная Корея делит граждан на касты, в зависимости от того, насколько их семьи верны системе. Всё сводится к тому, насколько красным, как коммунистический флаг, является человек. Есть три касты. Помидор для красных внутри и снаружи, яблоко для тех, кто красный только снаружи и имеет нонконформистские черты, и виноград – это те, кто совсем не красный и делает ужасные вещи. Например, звонит людям из западных стран. Правительство контролирует образование и работу, и статус семьи очень важен. Тех, кого считают неверными, не пустят в колледж, и им не дадут работу в правительстве. В общем, вся эта система кажется какой-то гнилой. Номер 17. Корейский календарь. Пока большая часть мира кое-как переживала 20-й год, северокорейцы жили в 109 году Чучхе. Всё потому, что КНДР основывает свой календарь на дате рождения основателя страны – Ким Ир Сена, 1912 году. Это просто отсчёт от 15 апреля того года. Хорошая идея для подарка – календарь на основе дня рождения человека. Номер 16. Некрократия. Любовь северокорейцев Ким Ир Сен, не ограничивается календарём. Этот человек, который мёртв уже четверть века, был объявлен вечным президентом, что даёт ему абсолютную власть даже после смерти. Следом за основателем, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын считаются только верховными лидерами. Это значит, что в отличие от любой другой страны, Северную Корею можно отнести к некрократии, то есть в ней есть правительство, которое подчиняется мёртвому лидеру. Немного жутко. Номер 15. Долгое наказание. Не секрет, что в Северной Корее серьёзно относятся к диссидентам. Но наказания бывают безумнее, чем вы можете подумать. Если кого-то обвиняют в политическом преступлении, вроде неуважения лидера, накажут не только самого виновного, подозреваемого его семью и, возможно, даже его друзей отправят в лагерь для перевоспитания. Если преступление очень серьёзное, то вся семья останется в лагере пожизненно, и лишь полностью воспитанным внукам разрешат вернуться в общество. Эта система под названием «Три поколения наказаний» была введена ещё Ким Ир Сеном в 48-м году. И, к сожалению, действует до сих пор. Номер 14. Корейские компьютеры. Большинство людей знакомо с операционными системами Mac или Windows, однако в Северной Корее они запрещены властями. Счастливчики с компьютерами используют государственную операционную систему «Красную звезду». По сути, это просто копия Mac с похожим интерфейсом. В Северной Корее есть своя версия интернета, в котором работает 5000 государственных сайтов, доступных только в КНДР. Что самое странное, на этих сайтах имена Ким Чен Ир и Ким Ир Сен должны быть на 20% крупнее, чем остальной текст. Сдаётся мне, кто-то что-то компенсирует. Номер 13. Запрет на пение. На случай, если северокорейцы слишком веселятся, Ким Чен Ир ввёл запрет на собрание, которое включают пение и выпивку. В рамках борьбы с плохим поведением даже празднование Дня Матери запретили, боясь, что оно отвлечёт людей от поклонения верховному лидеру. Теперь Ким – ваша мама, понятно? Номер 12. Статуя. На одних из самых известных фотографий Пхеньяна изображены колоссальные статуи бывших лидеров. Возможно, их размер так примечателен, потому что запрещено фотографировать отдельные части статуй. Закон обязывает всех снимать статую исключительно целиком. Кроме того, людям запрещено жевать жвачку и громко говорить рядом, так как это тоже неуважение к лидеру. Даже машины должны замедлиться, а велосипедисты обязаны спешиться и идти, пока рядом находятся статуи. Безумная нужда во внимании. Номер 11. Человеческое удобрение. Северокорейские фермеры настолько бедны, что им приходится использовать собственные отходы в качестве удобрения. Есть даже государственные сборы фекалий, когда начинается дефицит, с определенными квотами на семьи. Это такой востребованный товар, что есть сообщения о людях, которые крали калу своих соседей. Также известно об эпидемии стригущего лишая из-за отсутствия санитарной обработки в процессе сбора этих человеческих удобрений. В общем, мораль истории не... Когда вы едите. Номер 10. Идеальный напиток. В Северной Корее есть и менее серьезные странности. Например, там изобрели вид алкоголя, который не вызывает похмелье. Этот напиток сделан из экстракта женьшеня, а вместо стандартных сахаров в нем содержится глютен из обжаренного риса. В этом якобы и заключается секрет отсутствия похмелья. Неизвестно, правда это или нет, но учитывая борьбу кимчен Ина с пьянством, западный мир еще не скоро сможет попробовать этот чудо-напиток. Номер 9. Единороги. Даже если тот напиток не вызывает похмелья, он явно как-то влияет на корейцев. Это единственное объяснение, которое я могу найти с заявлением Центрального телеграфного агентства о том, что археологи нашли в Пхеньяне логово древнего единорога. Эти животные фигурируют в истории Кореи. Например, существует легенда о корейском царе Танмёне, который ездил на единороге. И это якобы обнаруженное логово, по словам лучших археологов страны, было конюшней Танмёна для единорогов. Северная Корея делает много нелепых заявлений, но хотелось бы, чтобы это было правдой. Номер 8. Не НАСА. Не желая отставать в космической гонке, КНДР запустила собственную программу по полетам в космос. Национальное управление аэрокосмических разработок, или НАДО сокращенно. По-испански это значит ничего, но программа реальна, и у нее есть логотип, забавная копия эмблемы НАСА. Первый спутник был якобы запущен в 98-м году и назывался «Яркая звезда-1». Но другие страны так и не смогли его обнаружить, а значит он наверняка рухнул вскоре после запуска. Номер 7. ПОЛИЦИЯ МОДЫ КИМ ЧИН ИН настолько сильно не любит западную культуру, что он даже запретил носить то, что может считаться символом ненавистного Запада. В Северной Корее даже есть полиция моды, сотрудники которой сообщают властям о нарушителях. И нарушением может быть что угодно, будь то чересчур длинные волосы или синие джинсы, которые считаются высшим символом потребительства. А ведь выбирать одежду и без полиции тяжело. Номер 6. НЕСЧАСЛИВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Северокорейцам лучше не рождаться 8 июля и 17 декабря. Это дни смерти Ким Ир Сена и Ким Чен Ира соответственно, и празднования в эти даты запрещены. Из-за этого более сотни тысяч северокорейцев отмечают дни рождения 9 июля и 18 декабря, чтобы не отвлекаться от печали в дни национального траура. Впрочем, не забывайте, что любые празднования, которые мешают восхвалению верховного руководителя, будут преступлением. Чтобы не рисковать, граждане празднуют очень тихо, так что о шумных вечеринках можно и не мечтать. Номер 5. ВИЗИТЫ КИМА Как будто северокорейцам не хватает напряжения и стресса, всегда есть вероятность, что Ким Чен Ин нагрянет к ним на работу с визитом. Достаточно одного неправильного взгляда на руководителя, и работник и его семья окажутся в лагере для перевоспитания. Этот рабочий завод осмазочных материалов явно отсчитывает секунды, когда он снова сможет дышать. Но зато Ким Чен Ину явно весело. Номер 4. ОТРЯД УДОВОЛЬСТВИЙ Одной из самых мрачных странностей КНДР – это отряды удовольствий Ким Чен Ина. Этому женскому подразделению армии поручено сопровождать высокопоставленных чиновников и главу государства. Отряд состоит исключительно из молодых и красивых женщин, которые должны быть готовы сделать всё, что пожелают или прикажут так называемые спутники. Девушек часто отбирают в подростковом возрасте и даже насильно забирают из семей на службу. Конечно, власти остальных стран тоже наверняка грешат грязными делами, но я рад, что такое явление официально есть лишь в Северной Корее. Номер 3. КРОПНЕЙШИЙ СТАДИОН В МИРЕ Учитывая, как бедна Северная Корея, кажется странным, что именно здесь находится крупнейший стадион в мире, рассчитанный на 150 тысяч человек. И им пользуются сполна во время фестиваля Ариран. На нём показывают гимнастические представления, а также военные церемонии. Кроме того, на фестивале выступают дети, одетые в поросят, которые изображают, как они рождаются, а затем танцуют вокруг свиньи. Ничего такого. Смысл такой необычной традиции в восхвалении плодородных земель Северной Кореи, которые якобы никогда не знали голода и засухи. Это может быть ложью, но зато ежегодный фестиваль выглядит круто. А ведь это самое главное, да? Номер 2. Люди с блокнотами Если вы ещё не поняли, насколько северокорейцы уважают своего правителя, взгляните на эти фотографии. Заметили что-нибудь? Ким Чен Ын часто показан с людьми, записывающими всё, что он говорит в блокноты. Этот трюк использовал ещё его отец. Он создаёт ощущение, что в каждом слове северокорейского лидера таится великолепная мудрость. Но сколько такой мудрости помещается в обычном мужском ботинке? Наверное, надо спросить Кима. Номер 1. Суперлекарство Согласно заслуживающей доверия прессе Северной Кореи, страна разработала самое важное медицинское средство в мире. Оно называется Ким Дан 2. Эта чудо-сыворотка изготовлена из секретных и редких элементов, и, конечно же, из женьшеня, и может вылечить всё, включая спид, эболу и даже рак. Я подозреваю, она легко справляется с другой болезнью, которая сейчас охватила весь мир. И хотя некоторые западные учёные предполагают, что это лекарство может быть ложью, предназначенной для привлечения южнокорейских перебежчиков, но это просто смешно. Лучшие умы верховного руководителя никогда бы не солгали. А теперь, если позволите, я поеду в Северную Корею переждать пандемию. Увидимся на другой стороне. Вы слышали о других странностях, которые есть только в Северной Корее? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!